Владимир Владимирович Ишкардин, звуковая дипотеза функционирования галитической цивилизации, дипотеза широкая. Здравствуйте, меня зовут Владимир Ишкардин, я инженер-электронщик, правильный инженер, занимаюсь генерацией волновыми энергиями. Моя, естественно, гипотеза лежит в сфере волновой энергетики, волновых теорий. Мое внимание, мир, морские цивилизации и вообще весь мир, на всех уровнях связан с понятием энергии, информации и волны. В первой рисунке нарисован комплекс пирамиданий. Началось все именно с пирамид египетских. Когда в свое время мне попалась картинка, я был поражен некоторыми вещами, чисто техническими, как они были сделаны. И отсюда возникло это гипотеза. Но вот стандартный комплекс пирамиданий, их около десятка, по всему Ниву расположены периодически. И, скорее всего, они расположены в крупных населенных пунктах, в городах. Значит, этот комплекс включает в себя часть пирамид, одна из которых ведущая, наиболее крупная. И сразу загадаю вперед, говорю, что пирамиды являются, с ломовой теорией, широкополосными усилителями. И часть неркли пирамид, которые играют тоже усилительные элементы, определенную роль для их конструкции. Все у них были, у всех у них было спущено волноводом каменным. На берег Нила определенное устройство, которое называется нижний храм, которое имело два таких волнореза, которые входили в воду. Ну, очень напоминает вилку, да, тающего устройства. Значит, волновод состоял из двух вложенных каменных труб, у которых не было ни окон, ни дверей. Человек по ним двигаться не мог, там примерно 70 сантиметров до 50. То есть две каменные вложенные трубы. Это чисто как сериальный кабель, в котором может хорошо распространяться волновая энергия. Видите, какая структура. При входе волновой энергии мы видим четкую резонирующую структуру. С точки зрения, вот у меня как генераторщика энергии, я работаю по разработке генераторов волновой энергии на квасах, здесь все понятно, что здесь нет. То есть я вижу полуволновые фильтры, то есть полуволновые резонаторы. Это резонаторы, которые между двумя параллельными стенками. Ну, так как сикварцы, они тоже, опять, полуволновыми резонаторами. Мы видим, в общем-то, волновое энергетическое устройство. И главная усилитель, если вы посмотрите, тоже имеет определенную структуру, которая позволяет генерировать энергию. Ну, вот с этой конфликты у меня все началось, когда я случайно рекопедии ее открыл, и у меня сразу вопрос возник. А зачем кто-то нарисовал внутрь пирамиды генератор? Я так удивился, думаю, для чего они это? Смеяться, что ли, решили над нами? О значении, его свойства, его параметры. Не только пояснить, а и рассчитать. Ну, вот здесь я вам упрощенно нарисовал, как работает генератор. Любому генератору нужен усилитель. Училители всегда рисуются треугольниками. Ему нужен поток энергии входящей и выходящей. Ну, вы знаете, вот, если у вас будет розетка, или аккумулятор должен иметь плюс-минус, да, энергетический поток должен входить и выходить. Чтобы запустить генератор, мы должны создать обратную связь. Вот я ее нарисовал. Не важно, какую, акустическую, электрическую, это связь, когда сигнал с выхода усилителя будет подаваться на вход. И в этой положительной обратной связи всегда есть время задержки, которое определяется от высокодавротного резонатора. Смотрите, что происходит. Когда мы подали энергию на усилитель, ничего не происходит, все стоит. Но если стоит щелкнуть со стороны входа усилителя, там на выходе усилителя получится удар, как у лотбойного молока. Часть энергии вернется через какое-то время на полуцилитель и еще раз его щелкнет. Генератор сам запускается. Это стандартная схема, на которой работают двигатели на ваших автомобилях, радиопередатчики. И вся наша цивилизация, в принципе, работает именно на генераторах энергии. И вот это устройство начинает щелкать с той частотой, с которой сигнал задерживается. С вытранного. Понимаете, если секунду будет водить сигнал идти, то раз в секунду будет щелкать. Мы получим генератор в один герц. Сам резонирующий усилитель. Сразу видно рефлектор, который стоит, который, наверное, под ним. Пять параллельных директоров усиливающих сигнал. Значит, продольная волна идет точно на саркофаг. Дальше, смотрите, саркофаг, камера возбуждается. Вот здесь стоит у них задвижка, которая двигается. Она четко. Дальше идет галерея. Дальше стоит шестимодовая камера. Это два активных элементра. Вы видите, они питаются с грани. Вход и выход у них есть энергетических потоков. Дальше она проходит по каналу обратной связи. Вот канал обратной связи. Вот он здесь у меня показан. Вот основной у них меридианный резонатор. Меридианный, потому что он согласован на северный юг точно. Вот эта вещь поразительная, потому что там расстояние между стенками 14,7 метра. Абсолютно параллельно. Всеми средствами измерения, которыми пробовали ее мерить, получили погрешность средств измерения. Даже лазерные, когда применяли, получили погрешность средств измерения. Как они умудрились сделать очень большого объема стенки для правилки, непонятно. Если посчитать частоту, попадаем на 12,25. Это полуволновые вибраторы. Когда они уходили из пирамиды, поставили вот здесь вот три пробочки гранитные. То есть широкую, среднюю, и самую маленькую. То есть они что-то сделали? Они подогнали время. Им надо было время подогнать, чтобы оно было кратно 12,25 Герц. Как только они это подогнали, пирамида стала генератором. Это не самый большой пирамид, но это очень большой пирамид. Я расскажу вам так много. Это на основе шаффа. 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 Это для резонанса или актуальность, не скажем, Марк? Абсолютно. Не как как-то шаффа. Это на основе 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 шаффа. Продолжение следует... 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 Значит, что удивило еще? Во-первых, удивила частота вот этого 12-25. Это ровно нота судьи современного музыкального ряда 440 Гц коммертума. То есть, артед 12-й ряд, если вы начнете удивить, вы выйдете, наверное, после субконтра октавы, выйдете ровно на 12-25. Мое такое впечатление, что когда создавали равномерно оперированный ряд, и это же недавно сделали 440 Гц, его подогнали по частоту пирамид. Но что удивительно, в пирамиде в камене Грицарицы есть шестимодовая камера, дополнительно еще шесть частот вокруг несущих. Так вот, при расчете этих частот получилось, что пирамида Хеопса — это генератор, работающий на музыкальных нотах, на семи музыкальных нотах.